Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами я Екатерина Стихина и обзор азиатской сессии от 27 декабря. В связи с рождественскими праздниками американский, все основные европейские рынки и рынки антиподов в понедельник были закрыты. Поэтому азиатская сессия, которая обычно очень живо подхватывает сигналы с Уолл-стрит, проходит сегодня достаточно вяло. Фондовые биржи региона торгуются в основном на плюсах под влиянием новостей из Китая и Японии. Собственно, последняя торговая неделя 2022 года – вполне подходящее время для начала так называемого ралли Санта-Клауса. Возможные рынки акций все еще надеются на предновогодний скачок вверх. В декабре на страхах перед возможной рецессией 2023 года и на фоне ястребиных обещаний Федеральной резервной системы США по фондовым биржам уже прокатилась волна распродаж. Вместе с тем в конце года ожидается выход множества экономических данных по Соединенным Штатам, например, индексы цен на жилье, деловые и производственные активности, показатели уровня безработных на рынке труда и другое. А такие публикации статистики, как мы уже не раз наблюдали, которые способны в одночасье развернуть настроение рынков и поднять паруса надежды. Некоторый позитив добавляет сегодня биржам и ситуация в Китае. Как заявила в понедельник Национальная комиссия здравоохранения, с 8 января прибывающие в страну туристы не должны будут проходить карантин. В целом Китай в последнее время уже сделал несколько существенных шагов в сторону отказа от жесткой политики нулевого ковида. И этот очередной шаг, по сути, является предвестником полного открытия второй по величине экономики мира и дает старт ее восстановлению после жестких многомесячных карантинов. Благоприятные для настроения рынка новости из Китая стали также катализаторами для сырьевых валют. Также перспективы роста спроса у крупнейшего в мире импортера сырой нефти повысили цены на сырье. А для доллара США ситуация складывается прямо противоположная. Американец в начале вторника пережил резкое падение. В результате его цена по индексу корзине валюты аналогов просела почти в область поддержки на отметке 103.80. Собственно, потери американской валюты продолжаются с прошлой недели с публикации данных по ценам потребителей в США. Они оказались неожиданно низкими и вышли на уровень четырехмесячного минимума у отметки в 4,7%. Вдобавок падает и доходность казначейских облигаций США, которые традиционно поддерживали укрепление доллара. Причем эталонные десятилетние трежерис за год уже потеряли около 16% и могут показать худшие результаты за всю историю. Тем не менее, доллар США в начале вторника изо всех сил пытался восстановить позиции, продвигаясь к внутридневному сопротивлению в отметке 104.20. Однако это у него получалось слабо. Цена американца по индексу подошла в азиатскую сессию к отметке 103.90 и преимущественно снижалась. Несколько потеряла выросшую была привлекательность для трейдеров и валюты Японии без поддержки Банка Японии иена имеет мало ресурсов для укрепления к валютам партнеров. В последнее время ее курс к доллару США был под давлением неожиданной корректировки доходности японских госбондов. Однако вчерашнее заявление главы Центробанка, похоже, подорвало доверие рынков к японскому регулятору. Хрохи Кукуруда сказал, что расширение диапазона доходности определенно не является шагом к выходу. Он имел в виду выход из мягкой политики Центробанка, которая, похоже, не произойдет до апреля 2023 года. Теперь спекуляции и неопределенность в отношении будущих действий Банка Японии будут только лишь нарастать и создавать йене новые препятствия для укрепления. Тем не менее японская валюта некоторое время продолжит оставаться сильной и особенно на фоне слабеющего доллара. Сегодня в азиатскую сессию курс пары проходил достаточно волатильно в ценовом диапазоне между отметками 132.60 и 133.20. Настроения пока смещаются в пользу японской валюты, а ее цена в начале вторника поднялась к отметке 132.90. Однако основной тренд для пары прогнозируется по-прежнему медвежий. Несколько выше уровня предыдущего закрытия торгуется сегодня австралийский доллар. Для валют антиподов перспектива открытия Китая и рост сырьевых котировок стали поводом для укрепления. Правда фондовые рынки Австралии и Новой Зеландии сегодня закрыты из-за праздников. Поэтому торги по австралийцу проходили несколько приглушенно. Тем не менее австралиец укрепился к доллару США до уровня 0.6723. Пара остается положительной второй день подряд. Надежду покупателей поддерживал осторожный оптимизм на рынке и слабеющие истребильные ожидания Федрезерва США. Поэтому и в азиатскую сессию австралийц торговался преимущественно на повышение внутри ценового коридора между отметками 0.6723 и 0.6778. Новой Зеландии является крупным торговым партнером Китая. Ее валюта часто рассматривается так же, как ликвидный аналог китайского юаня. Таким образом, что хорошо для экономики Китая, часто потенциально благоприятна и для новозеландского доллара. Поэтому в начале вторника доллар киви торговался на повышении в области отметки 0.6310. Основным трендом для новозеландца, как и для австралийца остается пока бычий импульс, но только при условии дальнейшей слабой позиции доллара США. Как видим на торговом графике в азиатскую сессию вторника, эта расстановка сил пока сохранялась. Киви торговался достаточно волатильно и продолжал расти в широком диапазоне 0.6256 и 0.6318. Таковы основные новости азиатской торговой сессии на этот час. Чтобы узнать обо всех сегодняшних экономических событиях, подключайтесь к нашим следующим видеообзорам. С вами была я Екатерина Стихина и команда ИнстаФорекс ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова